Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня позвольте остановиться на аспектах предоперационной билярной декомпрессии при раке головки подживочной железы согласно рекомендациям НССН. Одним из самых частых клинических проявлений рака головки подживочной железы является синдром механической желтухи. Тяжесть течения механической желтухи и ее осложнения могут повлиять на возможности выполнения радикального оперативного вмешательства. Проявление неодевантной полиохимиотерапии также требует купирования механической желтухи. В таких случаях необходимо применение методов предоперационной билярной декомпрессии. Рутинная билярная декомпрессия согласно рекомендациям НССН перед плановой оперативной вмешательств по поводу опухоли головки подживочной железы при отсутствии показаний к неодевантному лечению не рекомендована. Основными показаниями для билярной декомпрессии при раке подживочной железы и механической желтухи является наличие холонгита, лихорадки, наличие органной дисфункции, в частности печеночной и проявлениях каглопатии, наличие показаний к неодевантному лечению, а также при наличии других причин, требующих отсрочки плановой операции на длительное время. Следует сказать, что исследования, в которых показана связь с гипербилирубинами на фоне механической желтухи, а также в которых показана эта связь с осложнениями и летальности при панкреатмодальной резекции, большинство своем являет ретроспективными наблюдениями отдельных центров и обладает слабой доказательной силой. В то же время в проведенных проспективных рандомизированных исследованиях не выявлено преимущество применения билярной декомпрессии перед выполнением планового оперативного вмешательства первым этапом по количеству осложнений и летальности. Кроме того, при проведении предоперационной билярной декомпрессии в исследованиях наблюдались более частые инфекционные осложнения, в частности более частая раневая инфекция, инфекция послеоперационных ран. Таким образом, можно еще раз подчеркнуть рекомендации НССН о нежелательности выполнения рутинной билярной декомпрессии при неосложненной механической желтухе и отсутствии показаний к неодемантному лечению на фоне рака головки поджелушной железы. Среди методов билярной декомпрессии предпочтительными являются эндоскопические методы. Через кожные методы дренирования рекомендуется применять лишь при невозможности выполнения эндоскопических методов. При этом предпочтительнее для выполнения стентирования применять стенты короткой длины. Применение для эндоскопического дренирования и стентирования стенты можно разделить на две группы – пластиковый и металлический. Металлические стенты также делятся на непокрытые, частично покрытые и полностью покрытые. При проведении стентирования рекомендовано, в частности перед неводимантным лечением, одновременно с стентированием проводить эндоультрасонографию станкоигольной биопсии, либо браж-биопсию для подтверждения морфологического диагноза. Металлические стенты отличаются более выраженной устойчивостью к обструкции по сравнению с пластиковыми. При этом непокрытые стенты, как самые плотно фиксирующиеся, не рекомендованы устанавливать до операции при отсутствии морфологического подтверждения диагноза. Полностью покрытые металлические стенты являются более устойчивыми к обструкции за счет более выраженного сопротивления опухолевому сдавлению, но также эти стенты и более подвержены миграции. Действительно покрытые стенты сочетают параметры как устойчивости к обструкции, так и миграции, однако по данным исследованию они также полностью не исключаются их склонность к миграции. Как наиболее доступные к эндоскопическому удалению при неподтвержденном морфологическом диагнозе, предпочтительнее использовать пластиковые или металлические полностью покрытые стенты. Их можно в последующем удалить и выполнить либо браж-биопсией или эндоунтерсонографией с тонкой гуальной пункцией по показаниям. В заключении, не рекомендуется рутинная предоперационная билярная декомпрессия у пациента с механической желтухой при резектабельном раке поджелудочной железы. Билярная декомпрессия нецелесообразна при наличии холонгита, органной дисфункции, в частности коагулопатии, при проведении неодевантной терапии, а также при наличии других причин, требующих длительной отсрочки плановой операции. Предпочтительными методами билярной декомпрессии является эндоскопическая установка коротких самораскрывающихся металлических стентов. При отсутствии подтвержденного морфологического диагноза предпочтительно пластиковые или полностью покрытые металлические стенты. Спасибо за внимание.